Севастопольская, Маршала Жукова, проспект Кирова. На всех этих объектах работы ведутся с существенным отставанием от графика. При этом процесс еще не запущен на авиационной и Маяковского. Мониторинговая группа ежедневно докладывает о текущем состоянии ремонта главе республики. Проблемы типичные. В час пик техники мало или она отсутствует вовсе. У разрытого покрытия зачастую не наблюдается рабочих. Контроль каждый день выезжает. Еще ни разу мне контроль не написал, ни разу не написал, что количество людей соответствует даже заявленному плану. Ни одного разу, ни на одном объекте. Или техники меньше, или людей меньше. И второй вопрос. Насколько корректно составлены эти планы? Возможно, возможно, что планы составлены некорректно. Ну, некорректно в той части, что сроки взяты такие, которые можно было сделать, как отсюда до Краснодара дорогу целиком. Сергей Аксенов убежден. В составленном графике нарушена приоритетность. К примеру, сердце города, проспект Кирова, которым занимается подрядная организация «Сибири», мог подождать своего часа уже после окончания работ на соседних улицах. По графику, который составлен в рамках заключенного контракта, должны закончиться 20 декабря. Какого? 20 декабря. Кирова? Да. 700 метровую эту вот... Не, 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 не 700, это же получается, это первый этап. Все на Кирове получается 6 этапов. Кирова у нас идет от Кубишевского кольца до улицы Козлова. То есть на всем протяжении, я говорю про всю... Я, коллеги, не хочу говорить свое мнение по поводу того, что Кирова бы еще подождала бы, я вам честно скажу. И какого черта ее поставили вот сейчас план, то есть Кирова, я тоже как бы с трудом понимаю, но она бы еще постояла бы. Если вы на Крайнах сделали, то есть там Красную Горку, Петровскую Балку, Краинку и так далее, объездные все дороги, которыми сегодня ездят, поверьте, то есть мы забыли бы за многие вопросы. Включая улицу Пролетарская. Проспект Кирова от площади Куйбышева до Советской, который по данным, озвученным Минтрансом, ремонтируется в несколько этапов и сейчас лишь в начале процесса должен быть сдан 10 ноября. Фрагмент от Советской до Севастопольской 21-го. Первый этап у нас по графику, который был уже составлен не в рамках контракта, а уже то, что мы собирались отдельно, сокращая сроки возможных производства работ, первый этап заканчивал 10-11-го. То есть, если бы это не был центр Симферополя, вот вы бы делали где-то на окраине, нет слов, проблем нет, там, ну, день там, ну, два. Мы понимали, что центр перекрытия, это вообще конец тут, ну, коллапс ему, а если еще с Севастопольской вместе, мы понимали, ну, кто не понимал, что город станет. Скажите, есть такие люди, кто не понимал. По-моему, это ясно, то есть, как божий день, даже без высшего образования. Коснулись на совещании темы пассажироперевозок в черте Симферополя. Так, горожане жалуются на недостаточное количество маршрутных автобусов в пиковое время, а также на невозможность добраться до отдаленных от центра районов столицы вечером. Глава республики призвал фиксировать мнение горожан, проводить видеофиксацию передвижения общественного транспорта, а затем анализировать ситуацию ежедневно. Тарас Дрезицкий, Курмановостей и ТВ.